Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат! С вами на сегодня мастер Фид и Максим Амариев. Сегодня мы посмотрим за решающей партией матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим. Яну нужно было во что бы то ни стало побеждать, чтобы сохранить шансы на победу. И давайте посмотрим, как это сказалось на его игре. Но прежде чем мы перейдем к партии, я рекомендую вам подписаться на наши инстаграм и телеграм каналы, где выходит самый сочный и оперативный контент из шахматного мира. Ян не помнящий играть белыми, ему нужно только побеждать. И на сей раз он решил избрать иное оружие, ведь до этого он избирал испанскую партию, а сейчас пошел на итальянскую, слон С4. Может быть это стало некой неожиданностью для чемпиона, но по крайней мере он этого не продемонстрировал. Делал ходы довольно быстро. Конь Ф6, Д3, защитили пешку. Есть острый вариант с Конь Ж5, но давайте мы не будем все варианты рассматривать, а покажу вам лишь ключевые самые интересные моменты. После С3, Д6, 2-0, А5, это уже некий уход в сторону. Ходом опять черные препятствуют на движению белых пешек, а также организует дополнительное место для своего слона, чтобы он мог отступить. Но есть у этого хода и изъяны. Конь не может теперь на поле А5 пойти, чтобы напасть на слона. Соответственно, белым не нужно беспокоиться о его судьбе. Где-то они до этого играли А3, чтобы слона на А2 отвести. Здесь же времени не нужно на это тратить. Ладья Е1, стандартный ход, защитили пешку. Слон сразу отошел на А7. Это уже совсем редкое продолжение. Чаще здесь играли два нуля. Ход логичный, развивающий. А слон на А7 это профилактика против Д4, чтобы не попасть под темп. Конь А3 играет Ян Непомнящий. Коня переводит на Ц2. И слон Е3. Хочет конем на поле Е3 выйти с темпом. Магнус ему это позволяет сделать. Забирает. Конь бьет Е3. Ладья Е8. И сыграно А4. Где-то стопорит пешку на А5. Плюс, может быть, готовит Б4, Б5. Здесь наезд. Слон Е6. Размен. Ладья бьет Е6. Ферзь Б3. Напал на пешку Б7. Ну, Магнус ее просто защитил ходом Б6. В целом, партия развивалась довольно скучно. Ну, вот вы видите. Крепкие ходы делают оба. Никто ничего не подставляет. Вот А3 такой профилактический ход. Ну, и плюс идея коня перевести на Ж4. Эту идею Ян как раз таки реализует. Комби Ж4 АСЖ. Легкая трансформация структуры. Поле Ф5 укрепили. Конь сюда хочет пойти. Но Магнус взрывает центр. Д5. Ян отвечает взаимностью. Д4. Друг другу наносят такие колющие удары по центру. После ЕД последовало ЕД. Это самое точное. Ну, и что тут уже Магнус мог ошибиться. Если бы он сыграл конь бьет Д5, то после ладья Д4 неожиданно выясняется, что конь здесь намертво завязан. В дальнейшем мы хотим сыграть С4 или ладья Д1. Все фигуры здесь нанизаны. Не спасти уже ситуацию. Ну, после ЕД чемпион мира отвечает точнейшим ладья Е4, защищая пешку Д4 дополнительно. Ян решил за этой ладью и поохотиться. Уж как-то больно нагло она вторглась на его территорию. Тверсть С2 играет. Ян не помнящий. Но ладья не собирается никуда уходить. Ладья Ф4. По-прежнему держится на четвертой горизонтали. Ну и тут, видимо, Ян возмутился этой выпиющей наглости. То, что Магнус позволяет себе такие дерзости ладьей гулять на его территории и решил выгнать ее ходом с G3. Но этим ходом он выгнал себя из Дубая. Я думаю, как команда этот ход увидела, сразу купила билеты со скидкой в Москву. Что надо было делать? Просто отведать пешку. Ладья Беде Д4. Тут получался вот такой вариант. Достаточно скромный. Да, я понимаю, Яну нужно играть на победу. Но позиции не позволяет. Он решил позицию насиловать. Как мы знаем, насилие ни к чему хорошему не приводит. Вот так могла развиваться партия. Как мы видим, полная симметрия практически, равенство. Но Ян же сыграл G3. Идея хода абсолютно понятная. Он хочет прогнать ладью. И в случае отступления, скажем, на F6, сесть на Д4 своей ладьей, сохраняя лишнюю пешку. Очень логичная идея. Но почему-то он совершенно упустил из виду то, что черные могут пожертвовать качество, сыграв ДЕ. Именно так поступил чемпион мира. Конечно, он был в шоке, что Ян ему дает такие подарки. Но после GF ферзь бьет G4. Видно то, что белый король находится в тяжелейшем положении. Что делать? Король F1 сыграно. Ферзь H3 шаг. Король G1. Проблема в том, что если выходить на Е2, то после ЕФ нельзя пешку забирать. Везде есть ферзь H2 шаг, и там теряется ферзь. Эта идея постоянно маячит в этих позициях. И после король G1 необходимо было этот мотив использовать. Магнус сыграл не точно. Конь F5. Вот логичный по-своему. Защитили на Е3, конь где-то на H4 скачет. Но практически немедленно приканчивал вариант ЕФ. Королем опять же брать нельзя, из-за ферзь H2. Надо брать ферзем. И здесь можно сыграть ладья D6. Подключая ладью к атаке, белые не вправе закусить конем, потому что после ладья G6 им просто объявляют мат. И здесь необходимо было как-то бежать королем, трусливо, со своих родных земель. Вот здесь можно было дать этот столь желаемый шаг конем. Как вы понимаете, такие прогулки до добра не доводят. Это как в каком-то гетто гулять, блондинки ночью. Опасно, опасно. В принципе, этот король такой блондинкой оказался. Здесь после ферзь B2 ничего хорошего не ждет. Ферзь бьется 3 мат, будет грозить. Ну, ладец, 3 мат сейчас грозит. И конь D6. Партия немедленно заканчивалась. Магнус же сыграл конь F5, возможно, зевнув под Яна D6. Магнус сыграл конь H4 и зевнул то, что после Fe вот здесь нельзя выигрывать ферзя. Потом конь F3 шаг, на короле F2, ферзь H2. Вроде ферзя забрали, но после DC неожиданно выясняется, что белые проводят своего ферзя. Вот такой непростой вариант. Но если брать, то сразу ферзя с шахом делаем. А если играть, скажем, ладья F8, то ладья D8. И ферзь неминуемо появляется на доске. Вот этот чемпион мира издалека подземнул. Поэтому здесь, после Fe, ему пришлось сходить ферзь G3 и уже переходить в Эншпиль. Ферзь F2 сыграл Ян Непомнящий, ферзь H3 шаг, ну и пришлось переходить ладейный Эншпиль без пешки, потому что король Е2 играть опасно. Тут могли забрать на Е1, на D6, и получался ферзь Вэншпиль с лишней пешкой. Тут совсем никаких шансов, пешка быстро идет вперед. Поэтому Ян играет ферзь G2, и у нас получается вот такое ладейное окончание с лишней пешкой у Магнуса Карлсона. И в принципе, Ян здесь до поры до времени играл упорно. Ладью поставил с тыла, чтобы пешку толкать. Но вот здесь Магнус стал свою проходную двигать вперед, и Ян ничего не смог с этим поделать. Возможно, король Е4 не совсем точно, точнее было как-то С4-Ц5 здесь проводить. Но все равно позиция объективно проигранная. Поэтому не будем мы здесь искать какие-то более упорные продолжения. Погнал пешку вперед чемпион мира. И здесь самое техничное было, наверное, F6 и G5 толкать вторую пешку на подмогу. F6, допустим, король B6, G5, опять G4, H6, G3, ладья А2, пешку забираем, но затем G2 и G1 проводим ферзя. Но Магнус избрал другое продолжение, решил сразу своего ферзя провести. Но у белых какая-то контр-игра появилась в виде пешки А. Она довольно далеко уже зашла, плюс король здесь. Ферзь E4. Но вот король A7 совсем не оставляет шансов. У порни был ладья B5 и там еще можно было повоевать, хотя объективно и там проиграно. После же короля A7. Ферзь E7 играет Магнус Карлсон. Нельзя играть короля A6 из-за вилки. Приходится уходить в угол. Но и тут Ян рассчитывал, что на ферзь D8 последует ладья B8 и теряется ферзь. Поэтому король G7 сыграл чемпион мира. Ладья B6 иначе бы ладья там потерялась. Но после ферзь C5 Ян решил, что с него хватит. Он отмучился и поздравил Магнуса с победой. Но что могло последовать дальше? Если играть ладья A6 единственный ход чтобы пешку не отдать, то тут просто после ферзь B5 получался Цуцванг. Допустим ладья A7 король F6 A6 и передаем очередь хода. Рано или поздно белой ладье придется уйти. Потому что других ходов просто не останется. Например и здесь. Все уже. Пешки сделали все возможные ходы. Ладье надо куда-то уйти. И мы бы забрали пешку на A6. Ян решил всего этого не дожидаться. И поздравил Магнуса с защитой титула уже после хода ферзь C5. Таким образом счет в матче стал 7,5 на 3,5. А значит дальнейшие партии уже не имеют смысла. И чемпион мира Магнус Карлсон защитил свой титул. Это уже пятый матч который он выигрывает в борьбе за корону. Боистящий результат. И давайте послушаем что сказали шахматисты на пресс-конференции. Магнус как вы себя чувствуете после победы в матче? Ну конечно я очень счастлив. Кайф! Ян это был тяжелый матч. Сложный момент для вас. Могли бы поделиться своими мыслями? Ну в первую очередь это был для меня бесценный опыт. Конечно этот матч ничего не имел общего с шахматами. Проиграл я не из-за шахмат а из-за многих других аспектов. В общем я буду анализировать что пошло не так и делать выводы. Матч был очень равный до пятой партии и даже шестой был колоссальный бой. Что случилось потом? Из-за чего случился надлом? Честно говоря понятия не имею. Если бы я знал я бы конечно это исправил по ходу матча но вот что-то во мне сломалось какие-то глупые зевки и вообще не понимаю что происходит. Магнус как вы оцениваете этот матч со званием чемпиона мира? Это похоже на мой первый матч с Анандом равный и нервный в начале а потом выиграл одну партию и все пошло чисто для меня. Жаль что Ян не смог показать свою лучшую игру это большое напряжение конечно так бывает когда даже вся подготовка не помогает. Ну если честно это самый простой матч для меня. Я думаю шестая партия была превосходной колоссальная битва если честно она все и решила в этом матче. После этого Ян сломался и дальше мне уже было легко его добивать. Как вы отпраздноваете свою победу Магнус? Я пока особо не думал об этом но я хотел бы отпраздновать ее на чемпионате мира по Рапиду и Блицу который как мы выяснили все таки состоится будет в Варшаве в Польше. А также сразу после окончания партии команда Магнуса выложила фильм в котором показаны все ее члены и сам чемпион мира объясняет их важнейшую роль. Во-первых у нас есть учитель он одновременно и лидер команды и самый взрослый здесь без него мы здесь совсем бы устроили беспредел затем здесь мы имеем самого важного члена команды Лорана Фрисене он с самого первого матча со мной против Ананда с 2013 года и вообще хотел чтобы в команде был хоть один француз вообще Лаграво и Бакро были недоступны поэтому пришлось брать Лорана и теперь я чувствую что он главная связующая звено в нашей команде все его любят все смеются вместе с ним а чаще всего над ним поэтому он крайне важен для нас также у нас есть Ян он хорошо подходит для низкой культуры и средней культуры вообще не понимаю о какой культуре говорит Магнус и в частности он хорошо мне поставил за черных первый ход Е5 особенно вариант Маршалла Джордан Вау Форест это новый парень в нашей команде в этой команде он берет на себя несколько ролей и первое он выступает в качестве боксерской груши в Блиц партиях и нет идей слишком хороших или слишком плохих чтобы привлечь его внимание а это очень важно наконец конечно у нас в команде есть Даниил кто вместе с Джорданом он уже конечно не такой молодой но он по-прежнему но он по-прежнему сохраняет свежесть и любопытство но стал более избирательный с годами более консервативный мы до сих пор о шахматах о да и самые динамичные и креативные идеи исходят от этих двух парней если мы говорим о скучных идеях это Фрисене если о хороших идеях то это Ян а если это безумная идея то наверное это Питер но в конце концов идеи Даниила с некоторой помощью стали очень хорошими и годными идеи Джордана нам еще предстоит увидеть уверен они тоже будут неплохими я думаю что для Магнуса очень важно чтобы нравились эти парни в русской команде все наоборот не имеет значения насколько ты хороший парень важно чтобы ты приносил хороший дебютный идеи а личное отношение уходит на второй план не важно вы воюете или вы лучшие друзья ты просто используешь всю мощь что есть в твоем распоряжении здесь же у нас более европейский подход важна атмосфера в команде и поэтому ты тут стараешься еще работать над созданием атмосферы не только над шахматами правда я больше все-таки по жамотной части поскольку я плохой парень а не хорошие парни а вот я такой плохиш здесь если бы не остальные парни то меня бы выкинули из команды конечно но на самом деле я шучу я тоже стараюсь поддерживать хорошее настроение у Магнуса и вроде как мы ему нравимся а сейчас у нашей поддержки нуждается Ян непомнящий давайте не будем его клеймить осуждать да матч не удался но он боролся старался но что-то пошло не так и психологически он в один момент надломился поэтому сейчас как никогда ему нужна наша поддержка а я вас благодарю за внимание дорогие друзья ставьте лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новых интересных роликов ведь на матче жизнь шахматная не заканчивается а также скачивайте книгу 21 критическая ошибка новичка в шахматах и увидимся совсем скоро